Всем привет! Сегодня я буду играть в WildCraft. Ребятки, моя цель данного года набрать 200 подписчиков и я уверена, что вы сможете мне в этом помочь. Поэтому перед началом просмотра не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить любой комментарий под этим видео. Всем приятного просмотра, ну а мы поехали! Все, мы начали играть, пора вырасти и научиться охотиться. Для начала давай немного потренируемся. Использую этот джойстик, чтобы двигаться. Двигаемся мы, конечно, очень медленно. Теперь давай потренируемся бегать. Использую эту кнопку для того, чтобы двигаться быстрее. Нажимаем и... ну, в принципе, мы быстрее начали двигаться, но не очень. Отлично, пора найти первую цель. Исполните задание, чтобы зарабатывать монеты и переходить на следующий уровень. Использую эту кнопку, чтобы найти зверей поблизости. Нажимаем и видим лису. У нее 58 хп, победили лису вместе с мамой. Использую эту кнопку, чтобы атаковать. Мы пока проходим обучение. Ну, пока что-то все понятно. Понятненько. Мы убиваем лису. В лису, конечно, мне жалко, но ладно. Поздравляем, ты победил, победила лису. Позволь нам рассказать тебе о самых важных элементах игрового меню. Давай откроем сундук и найдем в нем игровые предметы. Сундук стоит 1000 монет. Мы открываем, и что же нам попадется здесь? Аксессуары, скин и эликсир. Ничего себе. Я не знаю, для чего нам нужен эликсир. Но аксессуары и скин, скорее всего, знаю. Ну, типа, чтобы на волка надевать. Теперь давай выйдем из игрового меню. Теперь ты готов. Готова начать собственные приключения и завести свою семью. Окей. Сейчас нам надо назвать нашего персонажа как-нибудь. Назовем Цез. Жасмин я не буду называть, потому что Жасмин это я. А я не хочу быть животным. Поэтому просто Цез. Ну, типа семейства Цез. Я не мужчина, я женщина. Поэтому выбираем женский пол. Меняем скин. Вот у нас открыт такой скин. Поэтому мы будем такими красивейшими. Все, я поставил женский пол. Здесь можно выбрать цвет шерсти, какие-то аксессуары, цвет глаз. Но у нас ничего нет. Ага, здесь я ничего не понимаю. Давайте посмотрим. У нас открывались какие-то очки. Вот они, кстати. Но они почему-то закрыты. Разблокируйте по мере прохождения игры. Ну, ничего себе. Я их, значит, разблокировала. А мне они не разблокировались. Ладно. Нажимаем один игрок. Нажимаем дикие степи. И где я окажусь. Я уже ничего не понимаю. Можно зарабатывать очки, охотиться с другими животными и выполняя задания. Это какая-то маленькая подсказочка. Прикоснись в любом месте. Прикоснулись и появились на какой-то поляне, которая окружена лесом. Здесь я вижу зайчика, за которым сейчас побегу и начну его бить. Нет, ну а что же мне еще делать? Достигните пятого уровня, чтобы получить партнера. Так. Мы выполнили квест и перешли на третий уровень. Сейчас у нас заяц смертный. Я его есть не буду. Убиваем следующего зайца. И следующего зайца тоже убиваем. Давай, ну что ты не умираешь-то? Все, кидаем этого зайца, потому что он нам не нужен. Ааа, я не умею его кидать. До этого как-то получилось, а сейчас не получается. Ну ладно. Убиваем следующего зайца. Я, кстати, смогла выкинуть того зайца. О, этого зайца я тоже убила. Ну все. Тогда выкидываем как-нибудь этого зайца и бежим за белочкой, потому что нам нужно убить белочку, оказывается. Убиваем. Только она какая-то очень шустрая, быстрая, и нам сложно ее убивать. Ой, простите. Возобновить. И бежим за белочкой. Бежим, бежим, бежим. Что-то мы ее атаковать не можем. Она слишком быстрая. Почему? Давай, беги. Что такое медленная ты? Беги быстрее. Давай, 9 хп осталось снести только. Она развернулась и начала бежать в другую сторону. Какая молодец, не могу. И ты еще медленная какая-то. А быстрее никак, да? Может, еще медленнее тогда будешь идти. Я вообще не могу эту белку убить. Help me, please. Мне надо выполнить квест. Теперь вы можете вступить в связь с партнером. Используйте карты, чтобы найти партнера. О, у меня уже пятый уровень. Что за сердечки? Я понять не могу. Открываем сундучок за тысячу монет опять. И здесь нам попадается одежда. Одежда, эликсир и домашний предмет. Обычно какой-то диван. Не знаю, для чего нам домашний предмет. Потому что у нас дома нету. Эликсир я тоже не поняла для чего. А вот одежда мне нужна. Но у меня она почему-то не разблокируется. То есть пишут, что разблокируется. Но она не разблокируется. Это чтобы вступить в связь с партнером, вам нужно демонстрировать свое чу. Ну, я бью его, типа, да? Бью, бью, и он меня бьет. И что это такое, я понять не могу. Мы друг друга съедаем. Давайте побегаем от него. Я просто не хочу с ним драться. Смотрите, тут круги вокруг него. Прыгаем, делаем пируэты. Смотри, как я умею. А ты так не умеешь. Ну, мы сейчас убьем. Связь прошла успешно. То есть вы хотите сказать, чтобы подружиться с каким-то волком, мне нужно было сначала с ним подраться? Ммм, прекрасно. Мы его назвали Чарм. Он у нас почему-то мужчина. Ну и ладно. Выбираем одежду. Но у нас ничего не разблокировано. Выбираем аксессуары. И тут у нас тоже ничего не разблокировано. Глаза тоже не разблокированы. У нас есть только скины. Но скины мы уже выбрали. Чарм стал членом семьи. Вы можете лучше своего партнера. Откроете меню игры нажатием на пиктограмму. Нажимаем на семья. Выберете партнера. Станьте сильнее. Улучшив его, можно настраивать членов семьи. Теперь давай выйдем из игрового меню. Я не успеваю ничего читать. Дойдите до 10 уровня, чтобы создать свою семью. У нас 5 уровень. И я не понимаю суть этой игры. Вообще не понимаю. Квест. Нужно убить двух зайцев и одного скунса, что ли. Это кто вообще? Это ночь, что ли, наступила? Или что это? А почему темно-то стало? А вот светло стало. Смотрите, здесь прекрасное место. Какая-то гора. Давайте поделаем еще пируидики. Покажем мастер-класс этому вонючему чарму. Ой, простите. Я это вслух сказала, да? Чарм, смотри, как я умею. Ты так не умеешь, да? Смотрите, сейчас покажу мастер-класс. Смотри. Что я делаю? Я не понимаю. Делаем еще один пируид. И смотри, чарму. Нет, ну смотрите. Он вообще на меня не смотрит. Ты что такое? Я понять не могу. Сначала мне нужно было с ним подраться. Потом он со мной помирился. А сейчас он вообще на меня не вращает. Зачем он мне нужен? Убиваем зайчика. О-о-о. Я только начала убивать зайчика. Этот чарм тоже наполнил зайчика. А почему он умеет кушать? Я не умею кушать. Я понятен могу. А мне как кушать? Как? Убиваем следующего зайца? Тут столько непонятных вещей. Я вообще ничего не понимаю. Теперь нам осталось убить скунса. Если это скунс, конечно. Но похож на скунса. Я нажимаю на какую-то кнопочку в правом нижнем углу, которая постоянно перезагружается. Но мне кажется, вы ее видите. Я думала, что если нажать на эту кнопочку, то я буду кушать. Но оказалось, что я подаю какой-то звук непонятный. А почему чарм умеет кушать, а я нет? Вы хотите сказать, что я беззубая, что я вообще не могу кушать мясо? Это что такое? Нападаем на следующего зайчика. Может быть, его мы сможем скушать? Нет, его мы тоже не можем кушать. И что вы хотите сказать, что я тут сейчас останусь голодный, холодный? И мне никто не скажет, как кушать. Почему я не кушаю? Почему я не умею кушать? Понятнее. Что я уже говорю? Я не понимаю. У меня уже язык переплетается. Кстати, я нашел скунсика. Давайте за ним побежим. Скунсик, смотри. О, он на меня нападает. Смотрите, я вот не атакую, а он не атакует. Что такое? Беспредел какой-то. Задание выполнено. Вознаграждение 1000 монет. Все, я выполнил задание. И перешла на седьмой уровень. Мне кажется, это вообще круто. Уровень повышен. В смысле уровень повышен? Я не понимаю. Ну, ладно. Бежим куда-нибудь. 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 Смотрите, как прикольно. Я просто стою на месте, но кручу камеру. Ладно, пора бежать. Убивать скунсика. Он меня так достал. Это что такое? Почему он на меня бьет? Слушайте, ребята. А скунса, они на самом деле дерутся, да? Потому что я до этого всегда считала, что они безобидные. Ну, то есть они просто могут напукать. Я не знаю, пукают они или не пукают, но от них постоянно воняет. Хотя нет, от них не воняет. От них начинает вонять только тогда, когда они начинают защищаться. На чем я становилась? Вообще, что я хотела этим сказать? Я не помню. Ну, ладно. Бежим за белочкой. Кстати, здесь такой прикольный пляж. Мне кажется, можно будет здесь дом построить. Если вообще дом тут построить можно будет. И я буду жить здесь, на пляжике. Я так понимаю, эта белка тут и будет так валяться мертвый, да? Хорошо. Открываем сундучок. И здесь нам попадается эликсир действия одежды. Скорее всего, действия мы не можем взять, потому что это за рекламу. Одежда у нас тоже, скорее всего, не открыта. А эликсир мы возьмем. И у нас больше нету ничего. Но нам дают бесплатный подарок, который мы с вами откроем. Простите, еще раз. И здесь нам попалось 500 монеток. Открываем сундучок, потому что у нас накопилось еще 1000 монет. Здесь нам попадается эликсир, глаза и аксессуары. Но по поводу глаз аксессуаров, я, к сожалению, не знаю, открылись они или нет. Глаза открылись. Ребят, глаза открылись, наконец-то. А, эликсир... Стоп, а где посмотреть, сколько у меня эликсира? Вообще, для чего эликсир нужен? Достигнете 10 уровня, лилят-поля. В общем, ребятки, я не понимаю суть этой игры, поэтому заканчиваю это видео. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Нажимайте на красную кнопку подписаться. И не забывайте оставлять свои комментарии с играми, в которые мне поиграть. Ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем пока!